На сборы первоклассников в школу в среднем сегодня родители тратят около 20 тысяч. Но предприниматели на ярмарках утверждают, что сэкономить можно, если купить, например, сразу для двоих детей. Скидочки мы делаем при покупке двух. 10%, при покупке трех. 15% и так далее. Алина и Вика – сестры, поэтому почти все констовары мама покупает в двойном размере. Хорошо, что хоть на одном рюкзаке в этом году получится сэкономить. Наверное, она будет носить мой вот такой. А он тяжелый? Он не на колесиках, Алина, я его не удержу. Попробуй. Конечно, там ничего не лежит. Форма тоже не доставила хлопот маме при сборах в школу, так как девочки еще не выросли из старой. Мне нравится форма, что все одинаково ходят в классе, черно-белом, а не разные, там розовый, синий, черный. Вика в этом году пойдет во второй класс и собирается начать изучать китайский язык. Алина в четвертый, и она уже знает, что в будущем станет миллионером или даже миллиардером. Летом побывала с мамой на нескольких форумах по развитию собственного бизнеса и мечтает попасть на лекцию Тони Роббинса. Он не русский, он разговаривает там по-английски, но там на экране показывается переводчик на русском. И он стал где-то в 18 лет, что ли, миллиардером уже. Как и все дети, Алина с Викой не хотят, чтобы каникулы кончались, но по школьным друзьям и учителям скучают. А школа тоже готова к долгожданной встрече. Обновили краску на заборе, сделали капитальный ремонт в спортивном зале. Учителя проводят родительские собрания и подготавливают кабинету к новому учебному году. Мария Викторовна снова набирает первоклашек. Их в этом году будет 34. Она 20 лет работает учителем начальных классов, но перед встречей с детишками все равно волнуется. Первый урок будет посвящен нашему городу. В день у нас 4 урока и один день 5 уроков. 17 часов, только моя нагрузка, плюс у них музыка еще и 3 часа физкультуры. Это получается 21 час. Со второго класса у них вводятся иностранные языки и плюс 10 часов внеурочной подготовки. Туда входит программа, я рассказывала, и ритмика, и вот гражданин России мы изучаем. В этом году я беру, первый раз я беру шахматную азбуку. То есть вот и здоровье сберегающее у нас, какие-то технологии на этих занятиях мы проводим. Поэтому вот такая нагрузка. Это получается 31 час в неделю. В Ивантеевке в этом году за парты ссядут более 1000 первоклашек. В среднем школу набирают по 4 первых класса. От А до Г. И так получилось, кстати, в классах, что у меня А Алина, а у нее В Вика. Всего обучающихся в городе 8000. Это на 1000 больше, чем в прошлом году. И так получилось.